23 января Совет ЕС принял решение об учреждении новой гражданской миссии Евросоюза в Армении сроком на два года. Конкретные параметры этого самого ЕСовского присутствия будут определены в ближайшее время, но очевидно, что оно будет более масштабным, нежели мониторинговые механизмы ЕС, которые действуют в Армении с октября по декабрь прошлого года. Принципиальная позиция нашей страны в отношении закрепления вне регионального фактора в Закавказье, как вы понимаете, изменений не претерпела. Мы не видим никакой добавленной стоимости от некого такого пригляда ЕСовских экспертов за событиями в районе армяно-азербайджанской границы. Если бы в Брюсселе действительно искренне, по-настоящему были заинтересованы в мире, в Закавказье, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии. Вот как пример. Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в предаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия. Не должны вводить заблуждения и заявленный гражданский характер ЕСовского, механизмы, миссии, она формируется в рамках общей политики ЕС в области безопасности и обороны со всеми вытекающими из этого последствиями. Ну, по сути, давайте назовем вещи своими именами. Вот это название ЕС, оно остается для прикрытия, так сказать, очевидной, истинной роли НАТО в различных мировых делах. Ну, вроде как действует через ЕС, снимается вопрос о том, что задачи четко сформулированы военным блоком. Вот как бы есть такая приставка. Это же Европейский Союз, это вот эти звездочки на голубом фоне, мир, дружба, сотрудничество, экономика, развитие и так далее. А то, что подписаны соглашения, договоры, которые полностью увязывают политику ЕС с политикой НАТО, что минимизирована роль в принципе самого Евросоюза, что те люди, которые Евросоюз представляют, ну, в общем, это какие-то такие аррогантные садовники, мечущиеся между садом и джунглями, ничего не решающие и вообще не понимающие, что они озвучивают, а многое, что им приписывается, они даже в глаза не видели, просто это публикуется, как бы материал от их имени. Все это говорит о том, что вытеснен ЕС как политический инструмент. Нету теперь места вот в этих евроатлантических структурах политики в виде дипломатии, а есть только место политики в виде военно-политических усилий. Ну, как бы усилий со знаком минус в данном случае. Поэтому попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России, способны нанести ущерб коренным интересам армян, азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона. Мы убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается российский миротворческий контингент, он развернут на основе заявлений лидеров трех стран 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники. Они будут реагировать на поведение ЕСовских наблюдателей с учетом развития ситуации на земле, и мы фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В случае, если у армянских союзников сохраняется заинтересованность за действием потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении. Вот что самое удивительное, мы только слышали заявление о необходимости подключения ОДКБ, так подключайте. Кто же мешает-то? Как и прежде, мы считаем, что наиболее устойчивой и долговременной основой армян-азербайджанской нормализации и в целом оздоровления ситуации в регионе является неукоснительное и последовательное осуществление трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Вы их все знаете. В том числе и разблокирование всех транспортных и экономических связей, делимитация, демаркация армян-азербайджанской границы, согласование параметров мирного договора между Азербайджаном и Арменией, развитие трехсторонних контактов по линии общественности, экспертных кругов и парламентариев. Мы всему этому всячески содействуем, многое реализовано. Новый посол США возглавляла дипломатическую миссию американскую в Армении. Мы знаем, что у нее очень плотно, она работала по России, в том числе по советскому пространству в целом. Вы здесь видите какие-то завязки? Не знаю, не могу вам сказать. Хорошо. Я не знаю, в Москве много еще вкусных, прекрасных армянских ресторанов. Если она будет скучать, она может всегда свои воспоминания обновить.